Я приветствую вас на моём канале. 25 сентября, 12 сентября по старому стилю отмечается День Артамона, Змеиный день, День Артамона Змеевика. Согласно церковному календарю, верующие в эту дату вспоминают священномученика Артонома Италийского. В народе 25 сентября по традиции календаря народного отмечают День Артамона Змеевика, названного так потому, что, согласно поверью, сегодня все змеи в леса уползают, чтобы подготовиться к зимнему сну. Народные приметы на 25 сентября предупреждают о большой опасности, которая сегодня грозит каждому человеку. Считается, что в этот день ни в коем случае человеку нельзя ходить на луга или в леса. Люди верили, что змеи в этот день могут укусить насмерть. Также нужно избегать всего змеиного. Например, если в лекарстве содержится змеиный яд, то сегодня он убьёт, а не вылечит. Также приметы на 25 сентября говорят, что сегодня даже нельзя носить одежду или обувь из змеиной кожи или со змеиным принтом. Такой наряд принесёт много проблем и неудач. А ещё в этот день обычно снятся дурные сны. Они приносят плохое. И чтобы они не сбылись, нужно читать специальный заговор. Нужно читать утром, как только человек проснётся. Сначала кусаешь свой указательный палец, а потом быстро произносишь такие слова. «Как дьяволы бегут прочь от креста и от Божьего дела, так и сон мой ступай прочь. Не губи моей души, моего тела во имя Отца, Сына и Святого Духа, ныне пресный во веки веков. Аминь». В этот день считалось, нельзя ходить в лес или в поле, чтобы не пострадать от укуса змеи. Кроме того, считалось, что вместе с гадами уходят готовиться к зиме и дикие звери. Начиная со змеиного дня, их всё реже можно встретить в лесу. Однако эти приметы охотников не останавливали. У них с 25 сентября начинался сезон охоты на лесу, волка и зайца. Но перед тем, как отправиться в лес, они проводили особые ритуалы, заговаривая свои высокие сапоги, защищающие ноги от змей. В обувь клали веточку Вероники и читали заговоры от укусов гадов. Брали с собой ветку ясеня, смачивали в ясеневом отваре платок, носили на нательном кресте марин корень. Все эти средства действовали пугающе на змей. А особенной удачей и хорошей приметой сегодня было подстрелить зайца. Это означало, что уйдёшь с полным мешком дичи. Если в лесу встречались со змеёй, нужно было шагнуть правой ногой и встать, как вкопанный, трижды поклониться земле, сказав такие слова. «Господи, спаси от гада ползущего, защити!» После этого нужно три раза сплюнуть через левое плечо. На болото 25 сентября тоже не ходили, поскольку боялись встретить Василиска, злобного духа, заводящего странников в непроходимую чащу или топь на верную погибель. Ему подчинялись змеи, которые по его приказу могли укусить понравившуюся ему девушку, чтобы после принести её в обитель Василиска. Колдуны в день Артамона предлагали лечебные средства на основе змеиного яда, но народ знал, что 25 сентября они обладают убийственной силой. Поэтому покупки откладывали на потом. В этот день было принято молиться святому Артамону, чтобы он защитил от змеиного укуса, а если вдруг такое произойдёт, что не дал умереть. Согласно приметам, считается, что сегодня увидеть змею к беде, убить змею к беде. Приметы на 25 сентября говорят, что сегодня даже носить змеиные вещи к беде. Сны сегодня дурные и вещи, они сбываются. Сегодня нельзя ходить на природу, а то змей разбудишь. По народным поверьям, считается, что в день Артамона Змеевика ни в ком случае нельзя ходить в лес. Дело в том, что по приметам в этот день все змеи и дикие звери начинают готовиться к зимнему сну, и поэтому их нельзя тревожить. Если же ослушаться запрета, можно навлечь на себя большие беды, страшные недуги, горести и проблемы. Старики говорят, что охотники и вовсе могут в этот день встретить в лесу Василиска, чудище, которое способно через змейный укус влить в человеческое тело свой смертельный яд. В день Артамона нельзя ломать рябиновые ветки, это плохой знак, предупреждающий о семейном несчастье. Если же случайно поломалась ветка рябины, надо попросить у дерева прощения и принести ее домой. Не рекомендуется 25 сентября делиться своим хлебом, в будущем придется влачить скудное существование. Кстати, нередко колдуны и ведьмы специально приходили на день Артамона за хлебом, притворяясь нищими или бедными, чтобы навлечь на человека голод. Наши предки верили, что 25 сентября нельзя лечиться змейным ядом, поскольку даже опытный врачеватель может не рассчитать лечебную пропорцию и отравить человека. Девушками и женщинам в Артамона в день нельзя умываться обычной водой, можно потерять всю свою красоту. Нужно заранее налить водичку, желательно набранную в водоеме, в банку и положить на всю ночь туда освещенный крестик. Утром нужно прочитать над водой Отче наш и трижды перекреститься, потом умыться и утереться собственным подолом. Считается, что после такого умывания кожа станет молодой и бархатистой. Люди верили, что если в этот день уш или змея во двор заползли, примета к счастью. Плоские облака сулят непогоду. Считается, что 25 сентября нельзя покупать и продавать лекарства, содержащие змейный яд, примета к несчастью. Если слышен гром сегодня, примета, что осень порадует теплом. Облетела листва картамонову дню, конец осени пришел. Бурьян вырос высокий, примета к снежной зиме. Ливень в этот день сулит долгую зиму. Если солнце в этот день пригревает, примета, что быть ясной погодей еще в течение трех дней. Кто сегодня убьет змею, тот на себя накличет сто бед. Народе верили, что рожденные в этот день обладают сильным характером. Они умело справляются со всеми трудностями, используя свой природный магнетизм и дар убеждения. В этот день проводили особый ритуал, чтобы не бедствовать и быть богатым. 25 сентября брали змеиный выползок и заворачивали в него деньги. Затем говорили такие слова. «Гад, ты мои сбережения охраняй, никому их не давай. С каждым днем буду их пополнять, твое дело мне помогать. Аминь». Затем воском церковной свечи запечатывали шкуру и перевязывали ее красной шерстяной ниткой. Хранили этот талисман подальше от людских глаз. День Ангела сегодня отмечают Алексей, Афанасий, Даниил, Иоанн, Николай, а также Семен, Теодор, Юлиан, Ян. Я желаю вам счастья, здоровья и благополучия. Ставьте лайк и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Субтитры подогнал «Симон»!